19 часов 3 минуты в российской столице. У микрофона Юрий Прайнко. Начинаем реальное время на Финам.фм. Напомню, в самом начале наши средства связи. Многоканальный телефон для звонков 65 10 99 6, код Москвы 495. Наш портал в интернете finam.fm для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Можете смотреть, слушать, пользоваться также еще одним нашим интернет-ресурсом, сайтом finam.info, где мы вас круглосуточно информируем о том важном, что происходит в нашей стране и за ее пределами. Ну и направлять свои комментарии, мнения можете и в мой личный аккаунт в Твиттере. Сегодня у нас крайне важная, крайне серьезная и принципиальная тема. Ну, собственно, как и всегда, но она подкрепляется событиями, которые происходят на наших глазах. Назвал я тему сегодняшней программы так. Подковерные войны властных кланов или реальная борьба с коррупцией в России. Моя гостья Елена Панфилова, глава Transparency International Russia. Елена Ратвить, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, вот на ваш взгляд, давайте, у нас не так много времени, всего час, да, минус новости, минус реклама. Вот на ваш взгляд, что происходит? Реально Владимир Владимирович пошел на ломку той структуры, которую он создал за последние 12 лет, или это нечто другое? Очень правильное название, Юрий, программы, только я бы немножко его модифицировала. Подковерный мусор наших кланов, который, как у плохой хозяйки, там накопился в изрядных количествах, знаете, как мусор загребают иногда, имитируя уборку, полез наружу из-за того, что кланы закопошились. Никто ковер, конечно, не приподнимал, о какой уборке не думал, но кланы закопошились по целому ряду причин. Но нас ведь должно волновать не столько, чего это они там закопошились, они всегда копошатся. А как так получилось, что мусора столько, что при том, что они такие осторожные, они такие внимательные друг к другу, потому что они повязаны всей этой лояльностью. Они прекрасно понимают первый, который заговорит. И вот, где угодно, в средствах массовой информации, в ходе следствия, в своем блоге, он же начнет рассказывать много интересного, и ниточки потянутся. И вот нас должно интересовать, как так получилось, что на 2012 году построение стабильности, успехов и модернизации всякой стабильности, ну, есть какая-то, но не так, чтобы вот прям гордиться так, что проблем больше нет, а мусора образовалось до такой степени много, что начинают средства массовой информации спорить, позолоченные или золотые эти элементы мусора, да, дорогостоящие. И по большому счету пока выглядит так, что вылавливаются кусочки, вылавливаются те кусочки, которые уже невозможно удержать. Дело в том, что реальное противодействие коррупции предполагает борьбу не с людьми, а с явлениями. Мы же говорим борьба с коррупцией, а не с коррупционерами, да. Борьба с коррупцией предполагает, что страна и власть делают так, чтобы явление не происходило. И если мы экстраполируем это на ту ситуацию, которая сложилась сейчас, то надо предполагать, что, как только выяснилось, что есть некие явно управленческие решения, которые позволяют 2, 3, 5, 10 людям брать собственность и каким-то хитрым образом ее перепродавать так, что потом у них образуется очень много... Умонетизировать свои услуги. У них возникает очень много всяких приятных вещей, то борьба с коррупцией предполагает, что тут же быстро начинает поправляться система. Хотя, конечно, наказание тех, кто воспользовался этой системой, дело важное. Вообще вся борьба с коррупцией всегда состоит из 2-3 элементов. Преследование, ловить коррупционеров в противодействии, это вот это вот законопачивание дырок, откуда коррупция вылезла, и образование, рассказ всем остальным, что, ребята, вот смотрите, как бывает. Да. Пока я не вижу, чтобы где-то в Минобороны, в оборонсервисе и прочих структурах началась аудит управленческих решений, проверка того, на основании чего они могли такие деяния совершать, в которых их сейчас обвиняют, отмена, может быть, каких-то постановлений, решений. Ну, например, вот форму Юдашкина, да, вот эти сутки там обсуждается. Я вообще считаю, это фейк какой-то, осознанно запущенный. Это ни к чему вообще не имеет отношения в нашей теме. Может, к чему-то имеет. Может быть, кто-то там уже заказ на новую форму пристраивает. Я не знаю. Но я знаю совершенно точно, но я совершенно знаю точно, что если мы не хотим, чтобы новые люди, которые придут на места тех стареньких, которых мы так все бурно обсудили, месяца три побоялись, ну, может, четыре, а потом начали делать то же самое. А вы считаете, то, что события вокруг Минобороны, Абронсервис, Славянка там и так далее, кого-то так вот припугнула эта ситуация? Нет, 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 люди, они не пугливые, но осторожные. И, конечно, посмотрятся, потому что, в общем, такие же схемы практикуются ведь не только в Минобороне, а во многих других местах и в регионах, и там, как это, Глонасс и Атесс, это нам только подтверждают. Я почему Елена спросила, да, простите, что перебиваю, уже шла закрутка вокруг оборонсервиса, да, уже стало известно о том, какие квартиры, какие картины, там, сколько колец, да, вот у меня вчера была Собчак, Ксения говорит, ну, я, по всей видимости, точно проиграла эту битву, там, где-то полторы тысячи колец или две тысячи колец, да, А я ее даже не начинала. Вот, да, но смотрите, в то же самое время гендиректор Славянки собирался отмечать свой юбилей по данным коммерсантов Дженнифер Лопес, там, и так далее. То есть, вот я к вопросу, припугнулись. Это совсем из другой песни. Это слова из песни про бесконечную безнаказанность и непуганность на протяжении всех предыдущих лет. Ну, назовите мне, вот вы следите за тем, что происходит в стране в программе «Реальное время» каждый день на протяжении многих-многих лет. Назовите мне один состоявшийся приговор крупному коррупционеру за последние, ну, скажем, 10 лет. Не назову. Кого можно напугать шумом по телевизору? Это же шум по телевизору. Шоу. Арест под камеру. Сколько таких было? Подмосковные прокуроры были? Как все фотографии по телевизору? У вас программа, наверное, парочка была про все про это, да? Да, да. Генерал Боков с пятиэтажной виллой год назад. Помните, что шум... Золотые томографы. Томографы. Было? Было. Даймлер-Крайслер, да. Было. Приговор мне. Покажите листочек с приговором. Дело в том, что шум, бурум по поводу возбуждения дела, обысков, всяких вот этих вот обвинений и подозрений не равен наказанию. У нас путаница в голове, у всех, что вот это вот сейчас покричали, это есть, их наказали, их не наказали. Отсиделись, перышки отрыхнули, пошли дальше. Все остальные это тоже видят. Все остальные тоже так же, как и мы, знаем, что крупняку, а мы говорим сейчас про крупных людей, да, приговоров-то не было. Максимум отставка. Все скажут мне, Лужков. И что, Лужков? Что, где-то что-то плохо случилось, тем более обысков не было. Ну так, пошумели, пошумели, пальцем погрозили. Пальцем погрозили. Поэтому у нас выросло поколение абсолютно непуганных людей, которые абсолютно уверены, что если переждать, пересидеть, немножко посмотреть, то оно потом так вжик, вжик, вжик. В другую статью переквалифицировали, какие-то свидетельства потерялись, кто-то отказался участвовать, и как-то вдруг раз, шума было на 15 лет без права переписки, а на выходе ничего. Поэтому и планировали люди, вы же понимаете, это же другой мир. Все думают, что вот прямо сейчас мы все кричим, кричим. А какой это мир, Гелен, подождите, а какой это мир? Мир понятий, мир, где главный, мне кажется, лозунг у них это вот закавычное «решим вопрос». Они же там решают вопросы. Это вы тут программу ведете, а мы там общественную организацию делаем. А мы тут по понятиям. Они решают вопросы. Я абсолютно уверена, что ровно в тот момент, когда, не знаю, по Первому каналу там бурная была такая программа, где всех обвиняли, какие-то очень нелестные эпитеты применяли, и везде все кричали. В это время, в тиши кабинетов, люди решали вопросы, потому что второе, первое, о чем не надо забывать, о том, что обвинение не равно приговору, да, это первое, что я хотела бы сказать. Второе, что я хотела бы сказать, что люди, которых даже президент страны, даже господин Путин вдруг вот начинает как-то к ним приглядываться и готов уже их привлечь вроде бы к ответственности, они, в общем, сдаваться не собираются. Это не то, что... То есть они вызов? Это ему вызов? Нет, это не вызов. Это самосохранение. В последние дни вот эти пошли очень много рассуждений о том, что это некие кланы, некие властные группировки, которые чуть ли не Путину уже вызов сделали. Они так всегда делали, с чего бы... Нет, это просто они защищаются и перегруппируются. Никто не говорил, что коррупционер, даже самый там, самый-самый уже уличенный, там уже прям доказательство на доказательство, кольца сыплется, да, прямо непосредственно. Полторы тысячи или две тысячи. Даже если на него пальцем показал гарант, он скажет, ой, виноват, ой, простите меня, пожалуйста, введите меня в Лефортово, а потом в суд. Конечно, люди защищаются. Люди хотят, чтобы и не сесть, и не хотят, и собственность потерять не хотят. Конечно, и защищаются. И защищаются они, разумеется, вот теми же самыми правилами по понятию. Кто-то с кем-то договаривается, Вася звонит Петя, Петя звонит Коля. Позвоночное право. Разумеется, пока вот мы шумим, шумим, братцы, шумим, там в тиши кабинетов, конечно, как это и было все последние годы, происходят договоренности. Борьба кланов существует, это правда. Она про две этих башни, сколько лет мы говорим про две башни, которые куда-то, одна смотрит туда, другая сюда, они там, люди между ними мигрируют, но, в общем, никуда кланы-то, в общем-то, не деваются. Люди группируются по интересам, в конце концов, пирог один, а едоков много. И каждый хочет на этот пирог, в общем-то, положить некий, поставить этот, да, флажочек свой. Елена Панфилова, глава Transparency International Russia, сегодня в реальном времени, продолжим после краткого выпуска новостей, звоните, пишите. 19 часов 17 минут, это реальное время Финам-ФМ, напротив меня в московской студии нашей станции Елена Панфилова, глава Transparency International Russia, тема сегодняшней программы подковерной войны властных кланов или реальная борьба с коррупцией в России, вопросительный знак, то есть мы не утверждаем, мы все-таки вопрошаем. Ваши звонки на 65, 10, 99, 6, код Москвы, 495, ваши письма на финам.фм, там идет и прямая веб-трансляция. Лен, то есть я вас правильно понимаю, вот кроме этого шумного лицедейства, когда называются там 700 миллионов рублей, да, проходят некие обыски, там СКР докладывает, что они бедные, вот эту наличку, да, вытаскивали несколько часов в коробке из-под ксерокса, запихивали наличные купюры, вызывали инкассаторов, чтобы они складировали эти инкассаторские мешки. Это все шоу, если это шоу, на кого рассчитано? Нет, а мы увидим, понимаете, борьба с коррупцией дело не быстрое. Раз, оно не происходит так, что бац, увидели, на завтра осудили. Это было вот как раз в том году, который не принято сейчас вспоминать. Да. Я последние 13 лет на ваших глазах, в общем, всячески билась за концепцию верховенства закона. Так вот, верховенство закона говорит о том, что только приговор нам может говорить о том, что получилась у нас борьба с коррупцией или не получилось. Только полное уничтожение тех причин, которые позволял людям в данном случае воровать, может нам сказать, получилось или не получилось. Вот когда мне покажут измененную структуру управления собственностью, имуществом в министерстве и то реальное наказание, которое понесли те люди, которые допустили злоупотребление, вот тогда я вам скажу, это шоу или не шоу. Пока мы можем качнуться туда или качнуться сюда. А что будет зависеть от маятника? Понимаете, а вот тут уже это важно. Вот понимают, мне как-то очень бы хотелось знать, но я уже в голову им залезть не могу. Понимают люди во власть, что они загнали страну, когда вот эта коррупция начинает уже их священной корове социальной стабильности угрожать. Потому что люди, конечно, им показывают эти кольца в надежде, что они возмутятся, а люди начинают... А пачки денег. Людей это начинает уже раздражать. А когда действительно начинают говорить о том, что это на постоянной основе, и многого мы еще не знаем, нам же тут сказали, что еще было много чего, и люди экстраполируют на ту, переносят все это на ту жизнь, которую они ведут, и что-то не складываются. То есть нам говорят, мы же самое позорное, что только может быть, мы до сих пор не обеспечили жильем всех ветеранов Великой Отечественной войны. И люди знают таких ветеранов. А потом они смотрят, это же вот те люди, которые должны были обеспечить. И вот тут вот власть должна понять, что если в этот раз они отпустят опять, опять отпустят. Это уже не шуточки. Страна перегрета. Страна перегрета именно, не дай бог, не оппозиционными лозунгами, забудьте о них, не дай бог, не вот какими-то там вещами о том, что сейчас кто-то пойдет и кого-то свергнет. Страна перегрета тем, что обычный человек, спокойный и даже лояльный, смотрит в телевизоре на все это добро, выходит на лестничную клетку и видит семью ветерана, вздумайтесь, Великой Отечественной войны, который живет в коммуналке без удобств. И вот тут вот не надо никаких лозунгов, не надо никаких оппозиционных напряжений сил. В следующий раз этот человек пойдет и будет делать все, чтобы навести сам социальную справедливость. Власть должна понять, что предел этот очень-очень близок, когда уже не просто люди, которые действительно там борются за иное светлое будущее, а самые лояльные, самые спокойные начинают видеть, что полезли туда, где жилье, тепло, уважение к старикам. Раньше это удавалось скамуфлировать тем, что денег было много, у нас были тучные годы, и как-то раздавая много-много всем-всем, как-то это немножко нивелировалось. Сейчас у нас, в общем-то, мы в прижимочку живем, да? Абсолютно, я с вами согласен. В понедельник, когда был Алексей Кудрин у меня, да, ведь, ну, понятно, человек какую позицию занимал. Это не просто личный друг. Это человек, который контролировал финансовые гигантские потоки. И он откровенно так же сказал, что мы захлебнулись в этих финансах. И, соответственно, не были отстроены, и никто вообще не задумывался отстраивать систему сдержек, как угодно ее можно назвать, да? Но систему, которая позволяла, а, проверять эффективность, б, не транжирить и не заниматься казнократством. А теперь золотая волна отхлынула, как это часто бывает, да? И где, и где, и я еще раз говорю, и не дай бог не говорю о том, чтобы стало хорошо жить нам с тобой, людям, которые работают, платят налоги, растят детей. Забудьте об этом. Мы говорим об источниках стабильности, наименее защищенные социальные слои населения, да? Те, чья боль и чья неустроенность задевает всех, и которые наиболее сильно видно. Как можно говорить о том, что мы сейчас простим вот этих коррупционеров, это у нас тут борьба кланов, сейчас мы их перетасуем, у нас к ним претензий нет. Когда у нас, мы на операцию детям собрать не можем, да? Всем миром собираем. Когда у нас девочки из интерната жильем прописывают барак, неотапливаемый сарай, да? 21 век, 2012 год. Или, например, в Москве нет детского хосписа. В Москве нет детского хосписа, уму непостижимо. И к нам говорят, нет денег. И хочу сказать, а вот, в принципе, вот эту квартирку одну... Одну? В Малочном переулке, да. В нее вместится неплохой хоспис. А того, что в ней внутри нашли, хватит на то, чтобы содержать этот хоспис лет 50, я так понимаю. Вот это противоречие власть должна понять. И тогда принять для себя решение. Либо она себе торит дорожку вот туда, где самые лояльные начнут уже кидаться друг... Не то, что друг на друг, а на близлежащих публичных должностных лиц. Простите за высокий штиль. Либо что-то с этим надо делать. Потому что социальная стабильность, которая у нас действительно основа основ. То, что действительно никто не хочет никаких бурных выражений политических и социальных эмоций на территории нашей страны. Потому что мы это проходили, и чем хорошим это не заканчивается. Я имею в виду именно физическое насилие. Физическое насилие на улицах, когда брат идет на брата. Ничего хорошего из этого не происходит. Но если сейчас ситуацию не поправить, это может произойти именно в силу социальной несправедливости. Той системы, которая сегодня сложилась, сверху которой лежит абсолютная безнаказанность тех, кто вытирают ноги как раз о наименее защищенные слои населения. Просто плевать все хотели. Нету хосписа, ну и нету. Нету жилья у ветеранов. Ведь это сколько раз, к 45-летию обещали, каждый год обещают. Но это уму непостижимо. Как можно не выполнить такое банальное обещание, когда у тебя под носом, и потом говорят, а в принципе он человек честный и справедливый, там говорят про министра. Ну так взял бы... Нет, я больше скажу, господин президент заявил, что к господину Сердякову нет претензий у следствия. А у меня есть претензия по поводу жилья для ветеранов. Вот я ничего не знаю про следствие по данному конкретному делу, но я хочу спросить, как так получилось? Что вот это вот все есть, красота в молочном переулке или где, а жилья у ветеранов нет. И вот можно мне рассказывать, что там в следствии чего-то не нашло, но то, что квартир нет, я готова доказать лично. И я думаю, мне многие наши слушатели и многие наши... Лена, ну вот смотрите, ведь на самом деле это очень сложный вопрос, да, с точки зрения реализации. То есть я могу предположить так смело, что, скорее всего, у господина президента есть осознание того, что система его подставляет. Причем подставляет по полной программе. Очень крупно. И причем такими жесткими, большими, жирными мазками, да. С другой стороны, он подчеркивал постоянно, что он не сдает. Все предыдущие министры его же кабинета, да, в президентство Дмитрия Медведева перекочевали в администрацию, стали советниками, помощниками и так далее. У меня больше всего, конечно, забавляется ситуация вот с теми же томографами. Минздрав, соцразвитие, известные все эти истории, да, и что? И все в песок. Ну, есть какие-то стрелочники, я точно знаю, по регионам. Ну, и не более того. Вот, а что ему, бедному, делать-то? А, вот, знаете, что... Рубить головы? Действительно, вы правы, загнали себя в угол. Потому что вот сейчас бы неплохо иметь какой-нибудь независимый парламент, реальный парламент, да, и спихнуть это туда. Потому что парламентское расследование, парламентские слушания, и как бы они разобрались. То есть себя отпихнуть, ну, как во многих странах бы это произошло. Я над схваткой парламент, а он такой бурный, да, разный, и он там общипает этих коррупционеров, и вроде как все будет нормально. А еще неплохо иметь независимый суд, который совершенно точно вынесет решение. И отправить их всех туда. Что я над схваткой, вот у нас независимый суд, а сейчас, в общем, ничего не гарантируют. Вот эти люди могут войти в суд обвиняемыми, выйти героями, да. Загнали себя тем, что порушили всю систему сдержек противовесов и других центров силы, вот этих трех властей, да. Исполнительное, законодательное. Все сконцентрировали у себя, и теперь все зависит только от решения исполнительной власти. Действительно, врагу не пожелаешь эту ситуацию. Сюда нельзя, оттуда из-под ковра может, не дай бог, что-нибудь совсем страшное вывалиться. И сюда нельзя, оставлять так нельзя. И поэтому вот когда нам будет явлено, все-таки есть политическая воля или нет. Потому что, конечно, закамуфлировать можно. Можно подзатянуть гайки, заткнуть рот тем, кто слишком сильно вопит. В принципе, в принципе, сдать одного-двух, хотя вот я сама не люблю, тут нет стрелочников. Здесь все упыри равны, только градация разная, да, то есть кто-то побольше, кто-то поменьше. Каждый в своем праве. И когда мне начинают говорить, ой, вы знаете, он только выполнял приказы. Что? Взрослый, плавозрелый человек, ой, он просто подписал мне ту бумажку. Мне тут про одного товарища говорят, ой, вы знаете, он может там вот, он просто бумагу не ту подписал. Ну, мне то же самое рассказывают, причем публично, в эфире реального времени. Я спрашивал Миронова, когда он еще был представителем Совета Федерации, я говорю, а как, Голикова, вот как она может быть министром, если такой разгорелся грандиознейший скандал? Я не требую крови, вы отстраните министра от оперативного управления, пока идет расследование. На что мне Сергей Михайлович, третье лицо в то время, да, но ее подставили, ей какие-то бумажки не тебе подсунули. Взрослые люди умеют читать, как правило, и как-то контролируют свою правую руку или левую, если они левша, и должны смотреть, что они подписывают. И вот эти все разговоры в пользу бедных на предмет того, что, ой, вы знаете, у нас тут стрелочники. Эти все стрелочники с таким состоянием, что они не то, что стрелку они... Ни один хоспис могут построить наличные деньги. И поэтому, и поэтому я, конечно, в данном случае думаю, что можно эту ситуацию решить, но для этого требуется такая адская политическая воля. Вот об этом поговорим сразу после краткого выпуска новостей. Елена Панфилова, глава Transparency International Russia на Финамо ФМ. 19 часов 31 минута. Подковерные войны властных кланов или реальная борьба с коррупцией в России. Тема нашего сегодняшнего реального времени на Финамо ФМ. Елена Панфилова, глава Transparency International Russia, гость нашей студии прямого эфира. Ну хорошо, вот осознание того, что они загнали себя в угол, а некоторые потешаются над этим. Другие говорят, ну вот она предпосылка для чуть ли не революционной ситуации. Меня это все не радует. Мне не радует, что Путин оказался в углу. Меня не радует то, что есть маргиналы, которые, помножим это на левый популизм, пытаются раскачать, в буквальном смысле раскачать ситуацию. Но, Елена, как мне представляется, здесь надо найти институциональное решение выхода из сложившейся ситуации. Вот на ваш взгляд, в чем это может заключаться? Безусловно, эти элиты, они заскорузли, они погрязли в друг друге, и никакого доверия нет. Я не хочу сейчас открывать бурную дискуссию, мы когда мы с вами, когда наступит мирное время, сделаем программу про кризис доверия, да, его роль во всем этом. Ведь смотрите, что получается, ведь сейчас сложилась ситуация, когда никто никому не верит в стране, вообще никто никому, вообще никто никому, кроме близких друзей. И на этом построена вся эта история, что как президент может доверять только какому-то узкому количеству людей, а дальше он им тоже не очень верит, да. Потому что что они там напридумывают, что они там напринимают, вообще понять невозможно, потому что... А в каждой бочке заточкой не будешь. Ну что же, он будет бегать и везде сам лично все проверять, это просто невозможно. Мы, общество, никому не верим, эти чиновники друг другу не верят, то есть абсолютная такая тотальная стена недоверия. И очевидно, что надо запускать какое-то полное освежение этой истории, надо доверить обществу, впустить общество, причем в организованном его виде, да, потому что есть какие-то вот эти совершенно оставшиеся в стороне и ассоциации, и организации, которые вполне в состоянии, экспертные институты, которые вполне в состоянии, потихоньку внедренные туда, и судьи есть прекрасные, и юристы есть прекрасные, но которых не допустили туда, чтобы быть честными этими судьями на самом высоком уровне. Надо идти на то, чтобы, понятно, не завтра и не послезавтра, открывать шлюз и запускать новую кровь, доверять обществу. Тому обществу, которое за это время прекрасно обучилось жить и управлять, и бизнесами управляют, организациями управляют, СМИ управляют. Вот все, что уже там отстояло 12-13 лет, доказало, что вот оно уже подошло к пределу усталости своего металла, да. Надо запускать, решаться или не решаться, потому что, в принципе, все это осуществимо. Такие мягкие, бархатные революции, потому что что такое бархатная революция? Это замена, это смена каких-то институциональных принципов и людей, которые способны эти новые институциональные принципы реализовывать. А вы считаете, что в нашей стране это возможно? Я имею в виду бархатную революцию. А что, у нас людей нет? А у нас, вы знаете, у нас часть граждан будет воспринимать подобные шаги власти, допустим, как слабость. Все, Путин склеил свою силу и показывает свою слабость. А вы знаете, вообще на всех не угодишь. Будут граждане, которые будут слабость воспринимать, кто-то будет считать, хлопать в ладоши и прыгать от радости, кто-то будет быстро становиться в очередь, чтобы войти в это обновление, кто-то, наоборот, будет стоять стеной и загораживать это обновление. Знаете, на всех не угодишь. Но я думаю, что все абсолютно сходятся в том, что, как сейчас, очень трудно будет справиться с зимой. Потому что, если упыри решат, что настал последний день Помпеи, они упрут последний мазут и последний уголь, и взвинтят тарифы. Ну, потому что гуляй рвани, на последний день наступает. Потому что, если вдруг пройдет сигнал, что Путин это всерьез, они же сигналы улавливают, как мыши эти летучие. То бог с ним, с господином президентом, рви, разрывай то, что есть под рукой. Ну, пройдет вот этот какой-то их на уровне ультразвука, этот сигнал, что к весне всех начнут менять. Они же за зиму нам устроят здесь просто это, я не знаю что. Свою коммунальную революцию. Да, потому что они быстро попытаются рассовать по карманам все, потому что крупные-то уже все давно сделали. Ой, крупные. А я имею в виду вот эти вот, особенно там, где люди живут, эти условные коллективные управдом, да. И страшно подумать, что может произойти, потому что схватить этот свой миллион и убежать куда-нибудь на какой-нибудь бюджетный Кипр и сидеть там в домике, спрятавшись. В общем, каждому захочется, потому что никто не хочет в Лефортово вместо Кипра, правильно? Или в какую-нибудь бутырку. На примере Магнитского многие знают, чем это заканчивается. Поэтому людей довольных всей этой истории не будет. Но это надо делать. Это просто надо делать. И еще раз говорю, мы не мы первые. Другое дело, что все истории вот с такими заскорузлыми, погрязшими в нарушениях режимы, они всегда заканчиваются двумя, только двумя способами, не бывает третьего. Вот смотрите, как мне представляется, один из концептуальнейших моментов, который был реализован в президентстве Владимира Путина, это ставка на госсектор. В эти годы была создана масса госкомпаний, госкорпораций. Я напомню всем, что госкорпорации вообще существуют по отдельному федеральному закону. И являются НКО на самом деле. Абсолютно, да. То есть на мой прямой вопрос председателю профильного комитета Госдумы по экономике, кто их контролирует, был дан ответ никто по большому счету. А, нет, Владимир Владимирович контролирует. Нет, с прошлого года, когда, кстати говоря, когда произошло первое столкновение Владимира Владимировича с ними, с госкорпорациями в пространстве социальной стабильности, помните, когда выяснилось, что тарифы растут в предвыборный год, резко пошли тарифы, и было знаменитое заседание правительства, по-моему, в 11-х числах декабря 2011 года, когда был дан разнос вот этим вот компаниям, которые поставляют тепло, вот этим компаниям-операторам, и было принято решение, что они... Сетевым электрическим компаниям он там разносил, да. Да, что они теперь должны раскрыть конечных бенефициаров, раскрыть правление и так далее. И, ну, год прошел, и что? Вот. Я к чему говорю, что уже тогда... Владимир Владимирович уже президент, но эти ребята тоже ровно сидят. Уже стало понятно, тогда уже стало понятно, куда ветер дует. Стало понятно, что они, им, что предвыборный год, что интересы президента, что неинтересы президента, вот им все равно. А уж тем более интересы людей. Им, им... Это вы о чем, да? Им их миллион значительно дороже, чем даже окрик высшего начальства. И вот как мне представляется, меня очень сильно критикуют по этому поводу, хотя есть и сторонники. Я считаю, что надо делать ставку на частный бизнес. Путин об этом уже стал проговаривать, но он, если проанализировать его многие выступления, особенно перед инвесторами, знаете, я там под каждым словом подпишусь. Вот последний раз, когда я был на конференции ВТБ, ну, мне так и хотелось там после его выступления поаплодировать, потому что он говорил, мы будем строить либеральную, демонополизированную, рыночную экономику. Мы не будем строить госкапитализм. Понятно, в какой аудитории он произносил эти слова, да? Но по факту ситуация иная. Вот на ваш взгляд, массовая масштабная приватизация, которая нам даст собственника мелкого, среднего, крупного, иностранного в том числе, она может начать подвигать ситуацию к мягкому действительно изменению статус-кво, когда... И почему я зацепился за этот вопрос? Елена, всем понятно, когда частная собственность, неважно, какая маленькая она, мы на дачных участках видим это, средняя или крупная, вот тогда начинают появляться независимые суды. Абсолютно верно. Тогда собственники начинают давить. Вот ваш взгляд. Нет, 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 еще важнее есть вопрос. Тогда появляется средний класс. Самообеспеченное, самоорганизованное население, да? Которые не зависят от зарплаты два раза в месяц и от бюрократических ветров, которые знают, что как потопают, так и полопают. Правильно? И в этом смысле абсолютно верно. Ставка на средний класс, на частный бизнес, это безусловно так. Он, на ваш взгляд, он, я имею в виду господин президент, может концептуально пойти на это? Он-то может быть и может, но очень много вокруг него людей, которые именно из госкапитализма. То есть они, с другими словами, они смогут ему противостоять? Саботировать решения? Попытаются, мне кажется. Попытаются. То есть это сильные группы, это сильные кланы. Ну, госкапитализм... Он их сам взрастил. Извините, да. Да, это так было отстроено. 65, 10, 99, 6, код Москвы 495, финам.фм, это наше средство коммуникации. Пожалуйста, господа, участвуйте в нашей интерактивной программе «Реальное время». Здесь Елена Панфилова, глава Transparency International Russia. Ваши мысли, ваши рассуждения, может быть, мы в чем-то неправы, может быть, вы с нами соглашаетесь. Эфир открыт без предмодерации, без цензурирования. Здесь есть вот такие реплики, мне интересно, знаете, как, например, Сергей пишет, мы все знаем чекистов, да, сильный народ не сможет повлиять на ситуацию в России. Все поменять сможет кто-то из его окружения. Вот как вам такая позиция, да, когда людям отводится по меньшей мере роль наблюдателей, но не участников процесса, да, а некие вот эти вот группы, да? Я не могу винить людей в этом, их история к этому приучила. Другого они не видели. Да. Все время что-то рядышком выскакивает из кармана и создает новые сущности. Но это было так раньше, а мы в новом мире живем. Непонятно, зачем мы тогда все это называем новой Россией. И, конечно, я думаю, что времена, когда из кармана выдергивали, они должны... И в этом проблема-то, что когда из кармана, вместе с карманом вытягиваются все проблемы предыдущие, да? Они должны отойти в прошлое. И, понимаете, надо начинать верить своим людям. Потому что вот люди, которые это пишут, они-то, наверное, хотят, чтобы лично им верили. Сейчас мы спросим у Сергея, а вам можно доставить, доверить кусочек управления, да? Можно вам доверить кусочек управления? Он скажет, да, наверное, можно. А вот всем остальным нельзя. Это я к вопросу о кризисе доверия. Понимаете? Надо как-то поменять это в сознании нашего народа. В собственном сознании. Ну да, в моем... То есть не надо там домысливать за того же Путина, да? А меняться самим. Если вдруг объявили набор в полном составе новых составов участковых избирательных комиссий, пойти и записаться, если ты хочешь что-то поменять. Или будут выборы муниципальные, пойти и зарегистрироваться и пойти на выборы, если ты хочешь что-то поменять. А если ты хочешь сидеть на диване и требовать, чтобы тебе вот тут все поменяли к лучшему, то тогда, наверное, о себе надо задуматься в первую очередь. Добрый вечер в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий. Я не считаю государство эффективным собственником. Но вот как защититься от такой ситуации, что эффективное предприятие приватизируется, потом распродается, неэффективно управляется, да? И потом государство его обратно выкупает и восстанавливает свои деньги. Вот если не ошибаюсь, похоже, ведь ситуация с АвтоВАЗом была и там другими предприятиями, которые государство обратно как бы собирало и вкачивало свои деньги туда. Спасибо. Ну, понимаете, это детали. Вот я сразу могу сказать. Это детали. Потом АвтоВАЗ является публичной компанией. Это не государственное предприятие. Другое дело, что у Ростехнологии есть блокирующий пакет. И плюс эту ситуацию можно было бы вовремя. Правда, тогда вы с этим были такие же, ну, немножко другие, но схожие проблемы, чем сейчас. Такие ситуации решаются через эффективный, реальный суд, да? Абсолютно. Не нравится, как оно пошло. Те, кто готов оспорить, что это не так, это вот эта схема, это такое обратное рейдерство получается, да? Был бы суд, ничего бы этого не было. И так вопрос о том, что, еще раз повторю, да, жулики, воры и коррупционеры придумывают миллиард схем для личного обогащения. Но ровно всю ту историю человечества, когда они это придумывают, государство и люди честные придумывают, как от этого защититься. И все это, то есть они придумывают схему, как распилить, уже придумано, как защитить. Был бы закон и был бы руки, честный суд, который готовы это отстоять, государственную собственность. Проблема в том, что мы эти руки обрубили. Вот в последние 12 лет мы сами, то есть сама власть себя лишила возможности применять эти институты. А общество с этим во многом согласилось. Елена Панфилова, глава Transparency International Russia, здесь в реальном времени. Ваши звонки на 65 10 99,6. Ваши письма на финам.фм. 19.47, реальное время, финам.фм. Елена Панфилова, глава Transparency International Russia, сегодня у нас в гостях, подковерные войны властных кланов или реальная борьба с коррупцией. Тема нашего разговора сейчас интерактивная часть. Напомню, средства коммуникации, многоканальный телефон 65 10 99,6, код Москвы 495, финам.фм. Это наш портал в интернете для ваших писем. Там идет и прямая веб-трансляция. В эфире вечер добрый. Как вас зовут? Добрый вечер, Роман Москва. По поводу борьбы с коррупцией, естественно, это не борьба с коррупцией, это перегруппирование, только сил в момент второй приватизации. Там, в общем-то, сейчас приватизируется. И вопрос барышни у вас в студии. Вот. Она говорит, что у нас в России все решается кулуарно. Вот. Вопрос такой. Она считает, действительно, министр обороны Германии вылетел со своего поста за какую-то там диссертацию с интернета. И почему-то это все очень совпало с бомбежками Ливии и неучастие Германии. Значит, и после того, как Ливию пробомбили, значит, вот этот вот немецкий министр обороны слетел за какую-то там диссертацию. С Тросска, Клинтон. Вот. Все там это решается то же самое, что и у нас. Кулуарно, тихо и спокойно. Вот. Да, спасибо. Спасибо за барышню, во-первых. Во-вторых, вы знаете, меня абсолютно не интересует судьба немецкого министра обороны, равно как меня абсолютно не интересует судьба и причины взлетов и падений Строссканов, Клинтонов и всех остальных. Елена, как я вам благодарен, вы даже не поверите. Вот мы с вами не сговаривались. моя страна только и исключительно. И если у них там по сговору, то с чего бы, мы же говорим, что нам они не указ, с чего бы нам копировать эти худшие примеры. Я считаю, что наша страна должна быть лучшей. Браво. И если что-то у них там неправильно, давайте у нас будет правильно. Это я вот такие реплики, да, по поводу и там воруют, и там коррупция слышу от депутатов-единорусов. Причем на мой вопрос, слушайте, я не хочу, мне не интересно, мне плевать на все забыгорье. И вы правоохранительные органы пускай занимаются. Нет, постоянно они тыкнут. Не, ну а вы посмотрите российскую пропаганду, она же вся на этом построена. Если у нас что-то, то надо найти ЧП обязательно в другой стране. Если у нас коррупция, то значит там струскан. Если у нас там проблемы с дамами, запутался мужик, да, то обязательно надо найти историю с директором ЦРУ и выносить это. Я не хочу это вообще, мне это неинтересно. И наша страна должна быть лучше. Если это плохо, у нас должно быть по-другому. Своя рубашка, ближе к телу. Вечер добрый, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Илья. Да, Илья. Спасибо большое, очень интересные гости сегодня у вас. А вопрос к Елене. Елена, подскажите, пожалуйста, вы правильно говорите, что люди не должны сидеть на диване и ждать, пока за них кто-то там исправит ситуацию к лучшему. Страна, к сожалению, не раз проходила ситуацию, когда добрые дяди, добрые вожди брали бразды правления страной в свои руки, обещали всем, что все будет здорово, а в итоге все знают, к чему это приводило. Вот что сейчас должны делать те люди, да, те там сотни тысяч людей, которые выходили в прошлом году, в начале этого года на митинги, там, одевали белые ленты, да, что они сейчас должны реально делать сами, да, чтобы ситуацию менять лучше. Да, спасибо, Илья. Илья, спасибо вам огромное за вопрос. На самом деле, дел-то куча, потому что при всей кривости наших законов, при всей несправедливости наших судов надо держать всю эту систему в форме. Есть огромное количество видов гражданской активности в рамках закона, так, чтобы, не дай бог, никого не подставить, это можно мониторить декларации доходов и имущества и писать запросы и требовать ответов. Можно проверять закупки, можно проверять свой муниципалитет, можно проверять большие министерства, искать, где они совершают нарушение закона из-за нарушения наших прав и идти, если нет квалификации в суд идти, искать административные способы, входить в комиссии под надзор. Есть общественные комиссии на местном уровне по контролю за, например, конкурсным назначением чиновников. То есть, если хотеть, то можно найти огромное количество видов активности для себя именно по контролю над государством. Да, будут посылать. То есть точек приложения множество. Нет, будут посылать. И тогда можно оспаривать. Будут говорить, идите отсюда, мы вам ничего не должны. Вон, сейчас Пашу с Чикова-Сагора и послали, и сказали, мы вам не обязаны ничего. И вот тут начинается самое интересное. Надо оспаривать. Надо это все выволакивать на солнышко, потому что уж чего-то выволочь на солнышко у нас хватает. Главное, хотеть это делать, не обсуждать это с друзьями. Можно присоединиться к какой-то общественной организации. Если вас тошнит от общественных организаций, есть такое дело, сделайте сами. Не обязательно общественную организацию регистрировать. Можно с друзьями. Вот, например, Лиза Алерт, организация, которая ищет пропавших детей. Просто группа единомышленников. Завели себе сайт, ищут пропавших детей. Видов гражданской активности, которая тычет власть в бок, и при этом где-то помогает сделать так, чтобы было лучше, чтобы помочь людям, их превеликое множество. Поставьте себе задачу. Вот, следующий год будет единый день голосования в сентябре. Начните учить законы, и приготовьтесь, и попробуйтесь куда-то избраться. Вместе с друзьями. Не нравится партия? За это время найдите каких-то единомышленников, создайте что-нибудь. Не хотите избираться? Не верите в политическую систему? Идите по муниципальной линии, пробивайтесь, требуйте, берите на себя ЖКХ, да? Создавайте ТСЖ, не получается навести порядок в стране, наведите в подъезде, наведите в вашем доме. То есть, все говорят, ой, это мелочи, ой, меня часто, вот как тебя иногда осуждают за что-то, меня осуждают, ой, ты мельчишь. Мы говорим про, ого-го, про 1500 колец, и про такие суммы, а ты про подъезд. Так в том-то и беда, что грязь-то заводится в подъезде, а потом переходит на всю страну, и потом уже получается, что приходится иметь дело совсем с 1500 колец и все это, и все это разгребать. На самом деле, совокупность вот этих усилий, она породит того, ни одного лидера. Ну, то, что еще в интернете можно часто называть движухой, вот оно, это движение, поступательное движение. Давай называть его благородным словом гражданский активизм. Реальный, нормальный, созидательный гражданский активизм. Когда люди разного возраста, разных профессий, разного образования сознают себя не как диванными оппозиционерами и не как люди, которые однократно вышли на площадь и дальше пошли жить своей жизнью, а как граждане активной жизненной позиции и готовы это отстаивать. Да, могут стукнуть по голове, да, могут обхамить, да, могут... Мне говорят, ой, я 30 раз сходил в свою... Там мне женщина говорит, молодая, интересная, активная. Я 30 раз сходила в департамент образования, меня 30 раз послали, я бросаю это дело. Ну так, значит, оно так и останется. А на 31-й найти намышленников, найти вместе. То есть я не вижу, я не вижу такого, чтобы вот у нас сейчас была нехватка людей с мозгами, с образованием и с желанием что-то изменить. У нас прекрасные люди, у нас прекрасная страна, у нас лучшие люди, я бы сказала, и лучшая страна, только нам немножко поправить кое-что надо. Добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут? Здравствуйте, либерал Петрос, хотел бы немножко дополнить гостю. Давайте. Сказала, что власть обрубила себе руки там 13 где-то лет назад. Я хочу не согласиться. Такая главная точка отсчета в 93-е годы это расстрел парламента, уничтожение судебной системы, то есть отмена выборов судей и отмена как выборов как таковых. Я думаю, оппозиции надо объединяться вот на главных вопросах, в том числе, как Ксения Собчак говорит, независимость судей, ну и это как ее добиться, так это вести выборность судей, и чтобы было попроще, чтобы их выбирали присяжные. И это были квалифицированные выборы и дешевые, как говорится. Да, спасибо, спасибо. Ну, прекрасно. Кто же против? Нет, независимые судьи, выборные судьи, я вообще могу посоветовать, чтобы далеко не ходить, очень толковые части по этому вопросу есть в концепции, во всем, что пишет и говорит Тамара Георгиевна Морщакова. Давайте назначим Тамару Георгиевну Морщакова, ответственной за судебную реформу. Я за. Хуже, не то, что хуже не будет. Я даже представить не могу, грезы скольких людей в этой стране сбудутся, потому что есть люди, которые знают, как делать. Забудем, какой там год, откуда все произошло, это уже теперь не важно. Есть люди, которые это могут сделать, люди знают, как это сделать. Так вот, надо взять и сделать. Другое дело, кому это нужно. Нам. Нам, или нам. Нам, обычным гражданам страны. Нам это надо. И мы это сделаем, но боюсь, что ни скоро, ни быстро. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Сергей. Я начал вам дозвониться до того, как Елена произнесла этот замечательный спич о том, что нам надо делать, но имелось в виду сказать примерно то же самое, что можно и нужно говорить о том, что нужно сделать в целом, да, обеспечить выборность в суде, обеспечить там то и это. Но реальный вопрос заключается в том, что нужно делать реальным, обычным, нормальным людям, таким же, как и я. И есть замечательное высказывание, наверное, известного вам, Стива Джобса, о том, что жизнь человека, она меняется в тот момент, когда он понимает, что все, что создано вокруг, создано такими же людьми, как и он. И когда ты понимаешь, что ты можешь это изменить, вот с того момента у тебя вся жизнь, она идет как бы, ну, другим путем. Изменить можно все. Вы можете становиться членами избирательных комиссий, вы можете требовать действительно чистоты в подъеме, вы можете действовать, и вы, самое главное, можете действительно добиться результата. Да, спасибо, Сергей. Вот смотри, с какого ужаса, непроглядного мы с тобой начали программу, да, про каких-то упырей, которые там сожрали полстраны, и какая совершенно замечательная. Но мусор-то под ковриком по-прежнему лежит. Нет, нет, ничего не отменяется, но просто я к тому, что выход-то есть. Очень важно, ладно, мы закоренелые с тобой оптимисты, нам по профессии положено, да, вот мы, иначе мы бы давно уже тут прекратили эту деятельность. Самое прекрасное, что люди это понимают, что люди понимают, что надо делать, что... И я вообще очень благодарна, что этих людей становится все больше и больше, и раньше как-то было неприлично, не модно вот быть активистом, знаете, это было... Как? А сейчас вот люди звонят, говорят, приходят, делают. Вот в чем та игла, которая в яйце, которая в утке, которая в зайце, смерть Кащея, она не в каких-то странных технологиях, там какой-то будет специальный переворот, клан и так далее. в людях, в людях, которые осознанно готовы взвалить на себя еще что-то, помимо работы, семьи и так далее, и попытаться изменить жизнь страны к лучшему, в этом и есть та игла, которая приведет к смерти коррупционного Кащея. Спасибо большое. Елена Панфилова «Реальное время» в финале.